Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток-машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребятки, всем салют. Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Мои все уже вперед убежали, поэтому покажу вам их чуть позже. Поздоровайтесь, и они с вами поздороваются. Сегодня выпуск будет про Олимпийский парк. Я не буду показывать объекты, я покажу чуть другую сторону, в которую можно классно погулять. Есть фото-зоны офигенные, поэтому сегодня с вами здесь пройдемся, покажу, расскажу. Давайте, короче, начинать, но перед этим подписывайтесь, не подписаны, лайк поставьте выпуск, если еще до сих пор не поставили, обязательно. Короче, погнали погуляем. Врываемся с вами в весну. Весна нас встретила дождиком на момент съемки 3 марта. Но вот сейчас распогодилось, ближе к вечеру дело, мы вырвались тоже погулять и вам показать. Все, давайте погнали скорее смотреть, гулять. Итак, ребята, вот смотрите, здесь есть такая большая парковка. Мы здесь, в принципе, всегда оставляем машину. Вот стоит наш тазик. Значит, это другая сторона Олимпийского парка. Если рассматривать ту сторону Олимпийского парка, то там парковки платные. Это называется, вот идет железная дорога, называется платформа Эмеритинский курорт. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Наша задача сегодня с вами прогуляться вон туда. Пойдемте. В самом начале можете увидеть, здесь есть туалеты. Сейчас они закрыты, но когда здесь проходят какие-то мероприятия, они здесь открыты. Чуть дальше покажу туалеты, которые сюда работают. Можете, сможете воспользоваться, если вам нужно будет. Так, здесь у нас, видите, все огорожено. Здесь идет, ведь, вот это серое здание, это трибуна. Там проходят гонки. Смотрите, какой-то купол бетонный построили. Что-то здесь, какая-то стройка идет. Сейчас мы с вами ознакомимся. Я, если честно, не помню уже. Красиво усаженные деревья. Всегда зеленый газончик. Красиво все выстрижено. Чем вам не фотофонно, да, как говорится? Дальше. Здесь вы сможете всегда арендовать самокат. Есть большая парковка. Это, как оно, самокатный шеринг. И также можно взять, например, там на час, на два вот такие истории арендовать. Вот они, видите, стоят прокаты. Но из-за того, что сейчас идет дождь, пасмурная погода, как вы видите, да, все закрыто тентом. И, собственно, они не работают. Следующая фотозона, смотрите, она, конечно же, туристическая. Это вот вы можете наблюдать вдалеке. Олимпийские кольца 5, Олимпийских колец. Синяя, черная, красная, желтая, зеленая. Там вот сейчас как раз люди фотографируются. Обычно стоит очередь. А, ну хотя, кстати, вот сейчас тоже стоит очередь, да, вы можете тоже увидеть. И, соответственно, вот такой очень интересный, классный фонтан, который с тарелки так сливается, да, и по лесенкам. Ну, соответственно, да, это тоже фотозона. Можете это использовать как лайфхаки, да, наши такие. Ну, а туда дальше поднимаешься, там начинается уже вокзал имиритинских курортов. Так, пойдемте с вами в ту сторону. Кое-что я вам забыл сказать. Ребята, досмотрите обязательно этот выпуск до конца. Почему? Потому что в конце выпуска я вам покажу наикрутейшую, наибомбическую локацию, на которую вы приедете. Она находится тоже здесь, прямо вот неподалеку. Сделайте такие фотки. Это, я называю, это просто такая локация по Майами. Огромные длиннющие пальмы, высоченные. Короче, классная атмосфера. Там проходит очень много фотосессий. Также можно там отснять для себя какой-то классный клип. Поэтому досматривайте до конца, в конце выпуска я вам покажу. Давайте дальше. Так, вот у нас эта стройка. Пока непонятно, в общем, что строится. Так, здесь у нас непосредственно сразу нас встречает план. Давайте по плану я вам покажу, докуда мы сейчас с вами дойдем, что увидим, что посмотрим. Ну и, соответственно, вы поймете для себя, как и что здесь. На Олимпийские сами объекты мы с вами как бы не пойдем. Да, мы таких со стороны посмотрим. Ну, а мы с вами, соответственно, смотрите, вот находимся вот тут. Мы с вами вот здесь вот погуляем. Дойдем до мостов. Поднимемся на мосты вот эти цветные. И посмотрим, что видно. Вот. И все. И пойдем на одну классную локацию. Здесь также идет стройка. Очень много кранов, да. Не знаю, что здесь строят. Кто в курсе, напишите. Но какой-то грандиозный, грандиозный проект. Ну, коль мы говорим про фотозоны, то чем вам не фотозона? Сел под пальмочку, сфотографировался вот так вот снизу. И кайфик. Видите, деревья очень аккуратно всегда выстрижены здесь. Здесь по-настоящему классно и интересно погулять, поснимать какие-то минутные ролики для себя. Поэтому запоминайте это место, приезжайте. Сейчас в межсезонье народу мало, плюс погода чуть-чуть так подпортилась. Вот, соответственно, люди, даже кто приезжает, наверное, сидят дома. Либо стартанули на Красную Поляну. Там снежочек, там хорошо. Вот. А мы непосредственно сюда для вас показать. Потому что наши подписчики, они смотрят, как выглядит Сочи. Вне сезона определяют для себя какие-нибудь классные локации, места. И заранее можно прописать уже непосредственно весь маршрут, отпуск, отдых. Чтоб вы знали. Вот, смотрите, да? Такие длиннющие-длиннющие пальмы. Сюда зашел, присел, сфотографировался. Посмотрите, как круто. Прошли, устали. Везде есть такие лавочки, мусорочки. Все есть, все чистенько, аккуратненько. Все убирают. Вот, здесь также, да, вы можете заметить, что очень-очень многое. Назовем это тоже лавочками. Вот. Сейчас я на ту сторону перейду и покажу вам. Вот, видите, здесь, например, вот просто бетон, да? Вот можно задницу на бетон прислонить. А некоторые моменты сделаны непосредственно вот так вот. Бетон. И сверху есть настилик. Можно посидеть. Ну, естественно, перед сезоном, я думаю, что все вот это покрасится. Все сделается красиво, аккуратно. Будут работать всякие сувенирные вот эти дела. Она, кстати, очень давно не работает, эта палатка. Еще фото-зона. Вот. Вот фото-зона. Вот фото-зона. Запоминайте, ребята, запоминайте. Впереди можете видеть очередная арена. Там, где можно наблюдать, смотреть, купить билеты, смотреть гонки. Мы не покупаем билеты, мы садимся на детскую площадку. Сейчас чуть дальше покажу. И оттуда смотрим. Много раз мы уже попадали на гонки. А вот, кстати, и мои. Вон, впереди по курсу. Вот Настенька с детьми. Вот так, ребята, здесь красиво, очень-очень спокойно. Но это сейчас спокойно. Обычно говорю, когда здесь даже вот погода хорошая, то людей здесь очень много. Много берут в аренду всяких самокатов. Вот этих тук-туков я их называю. И гоняют здесь за детьми. Нужно, конечно, смотреть вообще глаз да глаз. Так, а вот и мои. Во. Так, это Тёмка. Это Родиончик. Так. Ну и вот, конечно, Настенька. Я чувствую, скоро пойдём домой. Чё, намокли все, да? Да, они носят по лужам. Ой. Да. Могли, пацаны. Короче, всё понятно. Ладно? Мне надо... Ё-простэ. Смотрите, какое кайфовое дерево. Ну, а вот, собственно, я то, что вам говорил, вот тут туалеты, они функционируют всегда. Мы, короче, как всегда всей командой изначально перед тем, как погулять, загоняли в эти сине-белые кабинки. А теперь отправляемся, ребята, дальше смотреть, что здесь есть. Итак, возле туалетов полно вот этих аппаратов эдинговых. Есть пустые, на той стороне тоже есть. Дальше. Здесь, здесь, здесь есть картинг. Картинг как есть детский, так и взрослый. Но детский в каком плане, что вы садите ребёнка рядышком с собой справа, такая, типа, сдвоенная кабина на этой гоночной машинке, вот, и катаетесь. Ну, вот сейчас, да, не функционирует здесь дорога. Вот, соответственно, да, вот, то, что я говорил, много-много этих эдинговых аппаратов. Дорога, дорога, вот. Ну, и, соответственно, да, ведь это всё накрыто. Здесь сейчас не работает. Ну, грубо говоря, погода подпортилась немножко. Поэтому, поэтому, вот, как-то так. Давайте подойдём поближе, я вам покажу. Всё ухожено, всё убрано, всё отлично и хорошо. Видите, вот, проход запрещён. Ну, пока вот всё открыто. Так, для ознакомления, да, вам смотрите, значит, заезд 10 минут, 9 лошадиных сил, 1000 рублей. Вот, двухместный, да, то, что я говорил. 1500, дети 140. Ну, и, соответственно, ещё... А, это вот кофе, да? Папа, папочка, как сейчас зайдём на самокатик? Нет, конечно, Артём, так нельзя. Вот такие, ребята, здесь виды, такие дорожки, такие тропинки. Но вы учитывайте, делайте, наверное, вот эту вот численность людей. Умножаете, наверное, на 100, на 200 и получите вот такую прям толпу. А здесь, смотрите, здесь есть какой-то ангар Тесла. Не знаю, что там, но, по-моему, он только строится. Есть какой-то куда-то вход. Здесь ни разу не были. Как раз мы сейчас тоже сходим на разведку. Мы хотим посмотреть, что внутри за динопарк. Что там за развлечение детские. Потому что у нас Родиончику скоро день рождения. И мы хотим отправиться сюда. Сейчас нас тут всё устроит. Это в входе вот такая вилка с пельменем, да, тоже отличная фотозона. Так, идём, идём. Вот такой вот динозавр, тираннозавр Рекс нас встречает. Вот, да, пусто, но в этом и есть определённый кайф. Сейчас зайдём вовнутрь, посмотрим. Так, ну что, друзья, короче, тут вот так что-то всё выглядит. Касса, не касса. Сейчас всё узнаем. Давайте я чуть позже вам расскажу. Так, ну всё, вот, ребят, ловите информейшн от Настеньки. Что информейшн, да? Что там тебе рассказали? До 7 лет дети только в сопровождении родителей. Это на выставку. Есть экскурсии, там, что-то с 12 до 4 часов. Так, что там ещё есть? В день рождения скидка. Дети вообще идут за 500 рублей билет, а взрослые как сопровождающие 350. Но в день рождения ребёнку, если день в день приходишь со свидетельством о рождении, ему делают скидку, и он идёт как взрослый за 350 рублей. Так что мы подождём Родиону на день рождения и сделаем ему такой подарок. Сходим, погуляем на выставку у динозавров. А это тоже какая-то детская зона. А тут вот ещё что-то есть. Детская зона. Сейчас мы вам тоже всё покажем, расскажем. Так, ребятки, ну сейчас ничего не покажем, потому что всё закрыто. Короче, это какая-то что-то аля столовая с игровой зоной. Вот. Ну, короче, вот как-то так. И рядом с этим зданием есть непосредственно картин, который уже действительно для детей, ребят. Сейчас я покажу вам, сколько стоит. Здесь вот прям можно уже детворе покататься, но он, короче, скучный, конечно. Да, 750 рублей, заезд 8 минут. Вот. Вот так это выглядит. Ну, а мы с вами идём чуть дальше. Вот через такие турникетки проходим и Сочи парк. Тот самый Сочи парк, ребята. Пешеходный. Ну, сейчас Сочи парк, это территория бесплатная, где погулять можно. Нет, я говорю, что вот это вот, это Сочи парк. Ну, туда зайти, чтобы ты на билет купишься туда, покататься, это хочется. Вот сейчас наведётся прицел, вот такой вот, и будет выстрел. Вечно. Встревательница. Вечно встревательница, но... Кстати, я сейчас вам ещё покажу один каршеринг. Ой, господи, каршеринг, самокат-шеринг, который действует, работает только здесь, его нужно возвращать, но смысл в том, что он прям вообще гешманский. По-моему, 2 рубля минута. Давайте я вам так вот покажу. Чич, вот. Вот так это выглядит. Берёте, отстёгивайте и поехали. А, не, не 2 рубля минута. Вот, 150 рублей 30 минут, 280, 420. Вот так вот ловите наши лайфхаки. То есть, если вы приедете, понимаете, что лучше просто здесь покатайтесь, то вам не нужно где-то там брать. Берёте просто это, гораздо дешевле и выгодней. Это мы идём по такой пешеходной зоне. Здесь, конечно, обычно, да, ещё работают всякие палатки торговые, если что-то носят, если что-то торгуют, но сейчас, вот видите, всё закрыто. Ну, вот есть такие прокаты, короче, можно брать всё, что хотите. Вот сладости продают нашим детям, видите, уже продают. О, молодцы, пошли. Отлично, не остановились. Ну, много всяких игрушек, ну, часть закрыта. Так, коль пацанчики развели Настеньку на попкорн, вот покажу, вот берём вот такую засоточку. Вот, клубничка, карамель. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, понятно. Вот такая здесь площадь, назовём её так, если можно её назвать, площадью среди всех палаток. И вот непосредственно вход в сам Сычу-парк. Когда-нибудь мои бездельники вырастут, и мы с вами пойдём кататься, да, пацаны? А пока с ними-то зайдёшь, ничего нельзя, будут расстраиваться. Мы попозже, может, ходим попозже. Да, поэтому жду, короче, когда вырастут они. Идём с вами туда дальше. Так, здесь есть ресторанчик. Дольче. И колесо, обозрение. Вот чёрным накрыто, это макет. Но его, видите, и спрятали сейчас от дождя. Ещё такое высокое, огромное. Так, ребята, давайте про фотозоны. Раз фотозона, дальше фотозоны непосредственно вот возле макета. Можно сфотографироваться. Классно получается. Есть вот такие вот фотобудки и фотозона. Машина от Лукойла. Такая вся в траве. Тоже, да, как фотозона. Здесь есть вот такой парк. Гоночки для детей. Сейчас наверх поднимусь, я покажу вам, что это такое. Вот тачка. Так, ладно, давайте по-быстренькому с вами поднимемся наверх. Дети-то теперь едят попкорн. Им самокаты не нужны, вот. И мы их, короче, таскаем. Так, вот. Это такой городок. Берёте вот такую машинку. Ну, ребёнок, да. И катается. Вот всё вот так вот по кругу. Под мостом. Вот, видите, такой вот городочек сделан. Ну, по кайфу красиво. Что-то детям интересно. Так, это наипрекраснейший отель-богатырь. Класс. И вот там вот всё уже непосредственно проход к морю. Так, мы сейчас с вами пройдёмся вот так вот чуть в круг. Видите, всё дождиком залило. Пройдёмся туда прямо. Немножко вдоль олимпийских объектов. Чуть-чуть вам покажу. И вернёмся уже как раз на цветной мост, про который я говорил вам в начале выпуска. Вот, кстати, о тему парковку. Вот я говорил, да, то, что всё в округе платное. Вот эта парковка, она платная. Здесь вот бесплатно не заедет. Видите, вот эти полусферки воткнуты там. Вот, соответственно, вот там шлагбаум. Заезжаете и паркуете. А вот на той стороне парковочки бесплатные. Так что пользуйтесь нашими лайфхаками. Пошлите дальше. Видите, вот прокаты самокатов. Самокатный шеринг. Это, кстати, новый подъехал. Приложение ЕС. Сувенирный маркет. Так, ну и мы сейчас с вами проходим в турникеты и идём дальше. Ну что, мы, собственно, с вами попали вот на территорию уже Олимпийского парка. Вот там вот мы зашли. Там стоят эти ребята, которые зарабатывают на зверях, совы всякие, шиншилки там. Тут всякая херня. Вот. И тут начинается уже много-много прокатов, да, тоже. Короче, здесь прокатов просто жопа жрать. Кстати, мы Новый год этот отмечали именно в Олимпийском парке. Я ссылочку прикреплю. Здесь будет подсказка. И вот так выпуск выглядит непосредственно на канале. Зайдите, посмотрите, как здесь было. Так, ну помимо здесь всяких олимпийских объектов, прокатов, сувенировок, туалетов и прочего-прочего, здесь есть, ребята, вот такой вот планетарий. Не знаю, на данный момент он функционирует, не функционирует. Ну, свет как бы не горит. Возможно, возможно, выходной. Но здесь, видите, очень много зависит от погодных условий. Есть погода, работает абсолютно всё. Вот такая небольшая серость. Сегодня, говорю, вот полдня лил дождь. И сразу много чего не работает. Так, ладно, мы сейчас с вами направляемся вот на вот этот цветной мост, который состоит из пяти цветных полос. Цвет колец олимпиадных. Подвести? Оп, так. О, Настенку тут зажигает. Вот, и покажу вам, какой вид открывается сверху данного моста. Так, ну что, други мои, мы, в общем, уже вот на этих цветных дорожках, цветной мост, идём по синий. Кстати, кому интересно, это резиновое покрытие. Здесь можно безопасно упасть. Классно сказал? Безопасно упасть. Да, прикольно? Ну, то есть вы упадёте, не сильно подтвердите, повредитесь, если на электросамокате. Но он скользкий, но он скользкий. Так, сейчас я вам буду показывать красоту. Посмотрите, какая красота. Кипарисы, причём молодые, да, они невысокие, они ещё вот стоят на растяжках, и там открываются такие всё в цвете, в подсветке. Смотрите, как классно. Вот это вот колесо зрения, отель Богатырь, Сочи Парк. Смотрите, как классно. Блин, в межсезонье это удивительное время для жизни в Сочи. Смотрите, как кайфно. Там тучи, гор не видно. Вот тут обычно идёшь, и видны снежные шапки, а то сейчас нет, а видите, там всё затянуто. Вот такая красота, ребята, открывается. Сейчас я вам покажу самую-самую кайфовую площадку, про которую мало кто знает, мы тоже не знали, но вы сейчас про неё узнаете, потому что она действительно кайфовая. Смотрите, вот она отсюда, она огромная. Тут и площадка всякая воркаута, там дальше баскетбольное кольцо. В общем, если приехали с детишками, то обязательно приводите их на эту площадку. 100% они вообще кайфануют. Да, мы, в принципе, там сами на многих историях катались, там вот эти круглые качели из, ну, типа, видите, паутины сделаны. Короче, площадка класс. Так, ребята, в общем, как ориентир, смотрите, вот площадка, вот дорога, да, это такая аллея, и динопарк, и Сочи парк, и вот эти цветные мосты, и вот площадка. Я думаю, что вы все легко сориентируетесь, куда нужно ехать и идти. В общем, у нас же стемнело, видите, солнце село, прям резко стало прохладно. Двигаемся по этой же аллее, откуда начали непосредственный выпуск. Двигаемся сюда, сейчас я вам покажу очень-очень клевую локацию. Сейчас посмотрим. Я, ребята, думаю, что вы наверняка видели вот эти вот все, вот эти вот все вот фоточки, вот эту вот красоту. И, наверное, так же, как и я, задавались вопросы. Блин, где это? И неужели это в Сочи? Ребята, это в Сочи. Сейчас я вам покажу. Запомните, вот это место, надпись Russia 2018, вокзал Емитинский курорт, и вот оно. Ребята, посмотрите, какая это наикрутейшая просто локация. Вы только гляньте, здесь огромные, огромные, высоченные пальмы. посмотрите, ну вот просто, да, встали сюда под правильным ракурсом, загнали сюда тачку. Блин, вот это бомбическая локация. Посмотрите, как круто. Это же вот просто реально, вот Майами стиль. Их много, да, то есть, здесь, когда тепло, в сезон, здесь понятно, людей много, приезжайте всегда утром, ну смотрите, сколько рядов, вон ряд, вот ряд, вот ряд, смотрите, я вам покажу, да, вот еще ряд, и вот там еще, получается, два ряда, то есть, ну, можно сказать так, да, на всех хватит. Смотрите, какой кайф, ну, круть же, смотрите, как это смотрится, вот такая локация. В общем, круто, кто досмотрел до конца, увидели эту локацию, приезжайте сюда, фотографируйте, сделайте видосик, а все темнее и темнее, слушайте, ну, я что, я с вами прощаюсь, молодцы, что досмотрели выпуск до конца, пользуйтесь обязательно нашими лайфхаками, ребята, я с вами прощаюсь, до новых выпусков, увидимся уже, прям, вообще, в ближайшее время, классно, что смотрите, поддерживайте наш канал, очень важна от вас поддержка, в виде там лайки, подписочки, колокольчика, особенный репост, все, я всех обнял, пока.